Но зато Сталин, он не намеревался, он выслал. Вот то, что Гитлер хотел сделать, он сделал, он взял пример с этого намерения Гитлера и реализовал его на народах Северного Кавказа и не только. На крымских, на немцев, он это реализовал, воплотил в жизнь эту гитлеровскую идею. Тут на днях Путин выступал где-то, у нас Путин вообще в последнее время очень активный, очень много выступлений, всяких пресс-конференций, высказываний, встреч и так далее, где он делает очень интересные и противоречивые, на мой взгляд, заявления. И вот на днях Кадыра, выступая где-то, высказался по поводу нацистской Германии, Польши времен 1939 года. Давайте для начала послушаем, что говорит Путин, а потом я прокомментирую эти слова. Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос. Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послов Польши в Германии прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. Ну, вымирание, ну, уничтожение. На что посол в Польше ему ответил. А потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Пеку. Когда я это услышал, сказал, перепишет, я ему ответил, фюреру он ответил, Гитлеру. Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Представляете, говорит Путин, 1939 год, выслать целый народ на вымирание в Африку. Удивляется Путин. 1939 год, говорит, представляете. И затем он, значит, говорит, что этот посол, там, то ли министр иностранных дел Польши сказал, что если вы это сделаете, то мы вам поставим памятник в Варшаве. И говорит, значит, свиньи, негодяи, там, оскорбляет их за это Путин. Но здесь я с ним соглашусь, конечно, что свиньи, безусловно, это очень отвратительные вообще люди были, преступники. Но, вот удивление Путина, что, представляете, говорит, 1939 год, они хотят, значит, людей выслать. Вот почему-то, почему-то Путина не удивляет, что 1943-1944 год и Сталин, советская власть, высылает народы Северного Кавказа, и не только Северного Кавказа, крымских татар, немцев и других, высылает их, значит, в Среднюю Азию. Точно так же на погибель. Весь, все эти народы, вот как, вот Гитлер, в отличие от Сталина, он только хотел, озвучивал, да, ни в коем случае не оправдываем, отвратительный человек, преступник Гитлер, он и так много горя принес еврейскому и другим народам. Но, здесь, конкретно в приведенном примере Путиным, он только озвучивает свое намерение, которое Путина очень сильно удивляет, да, он возмущает. Как это так, 1939 год, он говорит, целый народ хочет, значит, выслать там на погибель в Африку. Но чья бы мычала, ведь этому Гитлеру, которому хотели поставить в Варшаве памятник, если он, значит, это сделает, ему в Варшаве памятник не поставили. По сегодняшний день в Варшаве нет памятника Гитлеру, да и нигде в этом мире, насколько я знаю, по крайней мере в нормальных странах этого мира, цивилизованных, нет нигде памятника Гитлеру. А он, я подчеркиваю, он, как говорит Путин, он намеревался выслать. Но зато Сталин, он не намеревался, он выслал. Вот то, что Гитлер хотел сделать, он сделал, он взял пример с этого намерения Гитлера и реализовал его на народах Северного Кавказа и не только. На крымских, там, татарах, на немцах, он это реализовал, воплотил в жизнь эту гитлеровскую идею. И вот в отличие от Варшавы, где не поставили памятник Гитлеру, Сталину в России ставят по сегодняшний день памятники. Его именем называют улицы, площадя. Почтение этого человека считается абсолютно нормой. Я подчеркиваю, что ни в Варшаве, ни где-либо в другой стране Европы, ну, не считая каких-нибудь восточных, слишком восточных европейских стран, в европейских странах даже как-то в позитивном ключе отзываться о Гитлере, это считается, ну, чуть ли преступлением. В некоторых странах преступлением, в некоторых странах это просто осуждается, в принципе, тебя не поймут. Но нормой это нигде не считается. Даже те какие-то хорошие, так скажем, достижения Гитлера, вот за то время правления, наверняка у человека же были какие-то и достижения, там, почту, допустим, хорошо устроил, там, и так далее. Даже эти вещи не упоминаются из-за того, что этот человек был преступником. И Европа сегодня, вот в том числе и Польша, которую Путин решил упрекнуть за то, что якобы тогда хотели Гитлеру там поставить памятник, и Польша в том числе об этом человеке не отзывается добрым словом, не отмечаются даже его какие-то хорошие стороны или его достижения. Зато в России Сталина, который не просто намеревался, а отправил людей на погибель, выслал, провел геноцид огромных народов, Сталину не просто ставят памятники и называют там в честь него улицы и площадя. На федеральных каналах российских всякие деятели какие-то, политические, общественные и так далее, типа Проханова, Шевченко, Максима, они свободно на всю Россию рассуждают о том, каким великим руководителем был Сталин, как сильно он, значит, поднял, видите ли, страну, индустриальный бум и прочие вещи. Вы подобного нигде не встретите в Европе, чтобы таким образом где-нибудь обсуждался индустриальный бум гитлеровской Германии, что вот, мол, он поднял, видите ли, это государство и прочие вещи. Поэтому, когда Путин говорит подобное, это звучит очень, очень кощунственно, так знаете, но недостойно. Как можно удивляться и как-то порицать тех людей, которые в итоге и даже и не поставили этот памятник, где в итоге нет ни коммунизма, ни нацизма, к счастью. Как можно осуждать и говорить, приводить вообще в пример это государство, те времена, если у тебя, твое государство является не менее фашистским, чем была гитлеровская Германия, если руководители в этом твоем государстве были ничуть не меньше преступниками, чем Гитлер, если они вместе с Гитлером делили ту самую Польшу, вместе с Гитлером, пакт Молотова-Ревентропа был заключен и Европа, по сути, была поделена, если это все, то, что происходило тогда в твоей стране, даже не осуждается, об этом говорят, ну, в часть, по крайней мере, населения, может официально, открыто, на федеральных каналах говорить об этом, как о каком-то великом периоде вашей истории, а о тех руководителях, преступниках говорить, как о великих руководителях, то как может Путин делать подобные заявления? Это ведь даже не двойные стандарты, это какое-то преступное лицемерие. Когда Россия придет к тому, что, как, допустим, в Европе, оправдание или отрицание Холокоста в некоторых странах является преступлением, вот если в России придет к тому, что отрицание или оправдание геноцида народов Северного Кавказа, крымских, татар, немцев, что это будет уголовно наказуемым, или как минимум, там, как-то иначе осуждаемым, вот тогда, когда вы признаете, что это преступление, когда вы всех людей реабилитируете, будете этим народом, государством выплачивать компенсации, в дни, когда вы из-за вашей вины, значит, постигло горе этих людей, вы будете стоять с опущенными головами вместе с руководителями этих народов, вот тогда вы сможете делать подобные заявления, а пока вы просто не имеете никакого ни морального, ни юридического, никакого права делать подобные заявления. Мы, я и вообще в целом любые нормальные люди относятся с осуждением к Гитлеру, к Сталину и к любым иным тиранам и преступникам, в том числе и к вам лично, Путин, мы тоже относимся с крайней неприязнью и осуждением, но в любом случае мы должны понимать, что Польша сегодня, она другая, и оперировать теми какими-то моментами из истории, пытаясь сегодня в этом упрекнуть Польшу, если бы Польша оправдывала бы то, вот те слова, допустим, этого министра иностранного отдела или посла, в этом случае я понимаю, может быть, это было бы актуально, но кто это оправдывает? Сегодня в Европе нет той страны, которая бы оправдывала то, что происходило в гитлеровской Германии. Это очень дешевые такие ходы для идиотов, да, возможно, там в России кто-то это послушал и прям ахнул, как круто вы, значит, ткнули носом этих европейцев, но не ткнули, вы сами себя только ткнули, вы сами себя ткнули в свои же противоречия, вы абсолютно не нормальных, трезвомыслящих, здравомыслящих людей, вы ничем не удивили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok